Добрый день! Поэтому предлагаю поговорить сначала о нем, а потом уже, может быть, если у нас останется время, еще о чем-то. Хочу задать, наверное, сначала те вопросы, которые волнуют, волновали, может быть, не в такой степени сильно, как раньше, но и до сих пор продолжают волновать кировчан. Ну, один из них, наверное, это третья волна коронавируса. Мы читаем новости, мы видим, что в Бурятии прям официально ее объявили. У нас в Кировской области заболеваемость, наоборот, падает, мы видим это по статистике. Так третья волна, она все-таки есть или нет? Или шторм, он уже не такой сильный сейчас? Вы понимаете, это такая вещь достаточно интересная. Волны это все-таки такой больше, наверное, журналистский штамп, я бы так сказал. Потому что существует заболеваемость, и существуют ее подъемы и спады, и зависит от того, где мы будем смотреть. Если мы посмотрим на мир целиком, то да, на нем сейчас такая достаточно четко выраженная третья волна. А некоторые страны уже перешли к четвертой, некоторые еще первую не закончили. То есть это все такое, понимаете, относительное. И на самом деле нужно просто смотреть на подъем заболеваемости, да, то есть как он, в чем он выражается. В чем он может выражаться? Это, например, в росте числа госпитализации и в росте летальных исходов. То есть вот если это есть, это прям плохо. Это действительно так. Потому что одно дело заболеваемость, она может быть, ну, например, в легкой форме. Или какой-нибудь регион, ну, прям молодец в смысле прививок. Таких у нас нет пока что, к сожалению. Но все-таки, если вдруг какой-нибудь регион, это уже показывает практика мировая, что если вдруг какой-то регион молодец в смысле прививок, то да, там есть заболеваемость. То есть действительно есть рост, например. Но при этом легкие случаи, даже не требующие госпитализации, без осложнений, без всего остального. Поэтому, конечно, говорить о волнах можно, с одной стороны. А с другой стороны, надо смотреть, что там внутри этой волны. Вот не знаю, к вам ли вопрос, да, все-таки с вами хочется говорить с точки зрения медицины, а не чего-то другого. Но вот эти вот скачки, там, не знаю, заболеваемости, вообще вот эта статистика, она может быть чем-то политическим? Или не надо об этом говорить? Ну, то есть мы сейчас не будем заявлять. Я просто приведу пример. Да, те мнения, которые, допустим, у нас на радиостанции звучат. Но власти сейчас не будут говорить о третьей волне коронавируса, потому что, значит, у нас нет денег на то, чтобы вводить ограничения, на то, чтобы платить людям очередные выплаты. Или вот не надо здесь вот эти вещи как-то мешать в одну кучу? Я думаю, что нет смысла мешать, потому что, опять же, от чего зависит? Ну, хорошо, третья волна, и что? У нас же никаких оргвыводов из нее делаться не должны, да, потому что неоднократно той же ВОЗ предъявляли, мол, а чего это вы объявили пандемию? На самом деле ВОЗ просто констатировала факт. То есть это не влечет за собой ровным счетом никаких юридических последствий. Так и здесь. Третья волна, и что? Я понимаю, чрезвычайная ситуация. Да, она влечет за собой определенные правовые последствия, а здесь нет. Так что это исключительно, не знаю, наверное, освещение в медийном поле, в медийном пространстве. Может быть, просто не хотят пугать, я бы вот так сказал, с одной стороны. А с другой стороны, ну, нужно же нашим людям объяснять, как прийти на прививку. Это самая большая на сегодня проблема, на самом деле, огромная. А посмотрите, ну, вот за рубежом, да, у меня достаточно много, то, что называется, народных корреспондентов, которые из разных стран сообщают о том, как ситуация на местах. Так вот, многие воспринимают прививку как освобождение. То есть, как некий такой, знаете, пропуск в нормальную жизнь. Да, действительно, во многих странах становится возможным, например, перелеты внутренние, да, то есть до этого они были невозможны. Сборы какие-то, предположим, что можно собираться больше 50 человек, можно даже на концерт сходить, можно еще какие-то вещи сделать, собраться с друзьями и прочее. Если вы привиты, если у вас есть сертификаты прививок, а у нас это все есть уже без прививок, у нас уже все это есть. Нам не нужны никакие прививки для того, чтобы выйти из этого режима. Тогда как нас мотивировать, да? Вот, да, именно так. У нас как бы, ну, любая, в принципе, любая инициатива, да, которая в том числе прививочная, она как бы состоит из трех стадий. Первая стадия, мы уже ее прошли, это когда привились все желающие. То есть сознательные, те, кто, так сказать, был готов и прочее. Сейчас мы во второй фазе. Сомневающиеся? Нет. Нет. Это плюшки. То есть некие привилегии за прививку. Потому что их сейчас много, действительно. Начинают и мили начислять, уже приходят от разных организаций, что вот вам баллы, вот еще что-то, если будете предъявлять свой сертификат и прочие вещи. То сейчас начинают за это поощрять. Что интересно, есть часть действительно сомневающихся, которые будут готовы сделать прививку на таких условиях. Так вот, а дальше будет третья часть. В третьей части будут бить традиционно. То есть начнется обязательная просто вакцинация. Она, скорее всего, начнется. Я прям уверен в этом, потому что в наших реалиях это никак иначе. И что интересно, есть многие люди, которые говорят, вот будет она обязательно, я сделаю. А так нет, ни в коем разе. То есть если будет некое, скажем, наказание за это дело, штрафы и прочие вещи, я, может быть, схожу. Так вот, мы сейчас во второй фазе. Поэтому я прям очень сильно рекомендую, пока есть возможность получить некие плюшки, и у вас нет противопоказаний, будьте добры привиться. Это как бы наш... Я понимаю, это не модное слово, общественный долг. Но это действительно так. Мы с вами соблюдаем правила дорожного движения, мы с вами чтим уголовный кодекс. Вот давайте мы будем чтить и противоэпидемическое мероприятие тоже. Я вот о прививках обязательно хочу поговорить, правда, хотела это сделать чуть-чуть попозднее. Ничего, мы еще вернемся, конечно. Поэтому давайте мы вернемся, да. А вот по поводу статистики еще хочу продолжить. Вот это тот вопрос, опять же, да, который и меня, наверное, интересует, и многих. Независимо от того, говорим мы о первой волне, о второй или о спаде, или о росте заболеваемости, мы видим на стоп коронавирусе каждый день по одной смерти в Кировской области. Как может такое быть? А почему нет? Я не понимаю, почему нет. Вопрос в том, что, понимаете как, мы можем хоть как-то манипулировать верхней статистикой, имеется в виду уровнем заболеваемости. Просто потому, что если мы посмотрим, например, какие-нибудь большие таблицы по всему миру, на первых десяти местах будут наиболее развитые страны. Казалось бы, почему? Почему? Очень просто. Потому что заболеваемость это тесты. То есть это не все, что вот мы поймали. Вообще не весь коронавирус, который есть в стране. А это именно положительные тесты. Почему развитые страны? Это дорого. Соответственно, если те, у кого есть возможность закупать тесты, делать это для населения неоднократно, например, да, мы и получаем эту заболеваемость. Поэтому именно в первые десять развитых стран. Первый момент. Второй момент. Конечно, в эту статистику попадают не все по заболеваемости. И опять же, это более-менее так принято в мире, что нужно умножать где-то на 6-7. Дальше начинаются вещи, с которыми манипулировать уже очень сложно. Вот если здесь все просто, мы просто сокращаем количество тестов, и у нас падает заболеваемость. Этим, кстати, приемом пользовались многие страны в прошлом году. Это действительно так. Например, Турция. Очень известный пример, когда у них в течение туристического сезона прошлого года все было очень хорошо. Зато 10 декабря 2020 года они выдали 850 тысяч случаев. Мол, мы потеряли, возьмите, пожалуйста, допишите в статистику. В этот раз у них так не получилось, потому что у них скакнуло там под десятки тысяч, под 60 тысяч в сутки. Это уже скрыть было нельзя. Так вот, да, то есть манипуляция вот этим уровнем возможно. Дальше начинаются проблемы, потому что манипулировать госпитализацией нереально. Это довольно четкий показатель, который пробивается одновременно сразу по нескольким критериям, да, и по нескольким источникам, по всему остальному. Кроме того, летальность и смертность. Это немножко разные показатели, их очень часто путают, да. То есть летальность это в процентах получается, а смертность это, ну, например, на тысячу населения, или на 10 тысяч, на 100 тысяч, какой-то показатель. Так вот, эти две вещи еще сложнее куда-то спрятать, замести. Мы можем, понимаете как, мы можем там внутри немножко перераспределить. Ну, например, вопрос, от чего умер человек? От коронавируса? Либо у него, например, был, ну, ишемическая болезнь сердца, возник инфаркт на фоне коронавируса. Вот, да, то есть вот это может быть, это действительно так, но в любом случае у него будет коронавирус вторым тогда заболеванием. В любом случае он учтется. Это будет не четкая смерть от коронавируса, но она все равно в эту статистику попадет, потому что это тоже считают отдельно. И спрятать это нереально, просто потому что есть и оперативные сводки, которые подаются в оперативный штаб, и есть Росстат, который у нас регистрирует смерти, он, конечно, позже выкладывает информацию, но вот это можно отследить, причем интересно, и в том же Фейсбуке есть группы, которые этим занимаются. И они очень четко показывают, что вот такой-то регион манипулирует с уровнем заболеваемости, но по госпитализациям и летальным исходам мы можем видеть вот такую-то более-менее реальную картину. Да, это такое и есть. Поэтому, конечно, я понимаю, да, что сочетать вообще все, что у нас здесь творится, и в мире тоже, между прочим, не представляется возможным. Но некоторые тенденции мы можем отслеживать. Лучше всего они смотрятся именно по числу госпитализаций и по числу летальных исходов. А вообще вот эта вот манипуляция, она же, ну, по сути, больше вреда несет, нежели пользы для людей, я имею в виду. Но ведь люди расслабляются, позволяют себе много. К сожалению, да, к сожалению, да, с одной стороны. С другой стороны, если говорить о том, что у нас заболевших по миру, скажем, не 180 миллионов, а миллиард, то это, как вы понимаете, может и панику вызвать, и еще что-нибудь в этом роде. Поэтому здесь стараются ходить по такому тонкому льду. Просто мы же с такими не сталкивались ни разу. По крайней мере, вот на нашей памяти. Я понимаю, что был период Испанки, да, сто лет назад. Был гонконгский гриб, был азиатский гриб, но все-таки это было довольно давно. То есть уже больше 50 лет назад. А вот на памяти современного человечества ничего такого мощного не было. Поэтому как себя вести, особенно сейчас какая особенность, это невероятная скорость передачи информации, да, и прозрачность вот этих всех процессов. То есть тот, кто что-нибудь сделал где-нибудь в больнице, да, оно потом пойдет через соцсети, через прочие источники информации. Мы в любом случае это проверим, узнаем и выясним. Так что вот как вести себя в таком открытом довольном мире? Мы сейчас и экспериментируем, да? И вот о тех полумерах, да, меры, которые почему-то все называли полумерами, это, наверное, из этой же серии, да, мы экспериментируем. Да, именно так, потому что ни у кого нет четких действий. Как всегда это бывает, да, что генералы готовы к прошедшей войне, то же самое касается эпидемиологов, они готовы к пришедшей эпидемии. Единственное, что можно сказать, что у нас все-таки более-менее быстро среагировали, и это не может не радовать. У нас в стране вы имеете в виду? Да, да. Ну, перейдем, вернемся, точнее, обратно к вакцинации, да, наверное, то, что сейчас больше всего людей волнует. И, как вы говорите, независимо от курса лимона и имбиря, да? Да, совершенно верно. Самой надежной профилактикой коронавируса является вакцина. Да, любых инфекций так тоже. Во-первых, давайте, может быть, о вашем опыте. Вы участвовали в испытаниях, правильно я понимаю? Можете ли нам рассказать, как это было? Болели ли вы вообще коронавирусами, когда это было, до испытания или после испытания? Нет, я бы не попал в испытания, если бы я болел коронавирусом, потому что это был критерий включения. Брали все анализы, соответственно, необходимые, и антительные, и мазки, и все остальное. Причем брали правильно. Это очень важная вещь. Вот почему еще страдает статистика? Потому что, к сожалению, далеко не всех врачей научили правильно брать мазки. Это до слез, да? Да, именно так. То есть, введение, например, в носовые ходы до появления слез. Это действительно правильное взятие мазка из носа. Ну и прочее. То есть, нужно знать, как и откуда брать мазок. Если вы его неправильно возьмете, то и результат будет отрицательный, например. Опыт Китая не будем сейчас обсуждать. Нет, потому что там очень много придуманного, сверху накрученного. Значит, если говорить об исследовании, да? То есть, я просто увидел это объявление и думаю, ну, почему нет? Это же интересно. Во-первых, это не первый мой опыт довольно. Надо сказать, что я и в курсантские годы тоже, мы совершенно добровольно, даже просто ради интереса, участвовали в различных испытаниях, которые тогда проводились. Ну, почему? Потому что ты хочешь как бы помочь, да? То есть, есть даже такое странное желание помочь все это дело. И чтобы это проверили, чтобы оно пошло потом в массы и прочие вещи. А заодно мне хотелось уже посмотреть, как журналисту изнутри, то есть, как это устроено. Вот, в принципе. Ну, как? Могло быть лучше, могло быть хуже. Примерно так. Конечно, то есть, если бы человек пошел с намерением обмануть, он бы обманул. То есть, можно было бы некоторые вещи там скрыть, например, и были такие, судя по отзывам, по всему остальному. Может быть, они специально для этого утра пошли, не знаю. Но мы все-таки, наверное, считаем так, что в клинические исследования идут люди, ну, осознанные, да, то есть, добровольно и именно с точки зрения помочь. А что вы имеете в виду под скрыть? Какие-то противопоказания, которые могут у тебя быть? Были некоторые люди, которые чуть ли не на фоне коронавируса умудрились попасть туда в эти исследования на фоне коронавирусной инфекции и потом обвинять в этом вакцину. Что вот я из-за нее как бы разболелся, там, переносил ужасно, там, меня нигде не принимали и прочие вещи. Ну, такие случаи было буквально несколько, там, единичные вещи и такое впечатление, что люди просто ходили за материалом. Потому что там и журналисты тоже попадались. Значит, опять же, если смотреть с точки зрения организации, то вот насколько можно было по максимуму это сделать, было сделано нормально. То есть, по крайней мере, в том центре, в котором я был, то есть, это была поликлиника, соответственно, три визита. Первый визит — это полное обследование, насколько, опять же, можно, да, то есть, посмотрели все. Врач-исследователь очень внимательно относился, то есть, он все полностью, во-первых, выслушал, во-вторых, он сверил это все с записями электронно-медицинские. Благо, у нас их теперь много, да, у нас на всех заведено досье медицинское. Все посмотрел там, значит, и из плюсов, то есть, мне оформили, например, временный московский полис. Я подмосквич или замкадыш, как говорят, да, и мне оформили временный московский полис, чтобы я мог участвовать в этом исследовании. Опять же, это было сделано быстро, я буквально спустился вниз, и все, мне его тут же выписали, я вернулся обратно. Значит, взяли все анализы необходимые, чтобы я не попал в критерии исключения, и затем, через некоторое время, когда они были готовы, пригласили на первую инъекцию. Первой инъекции пришлось ждать довольно долго, там оказалось товарищ Малышев со съемочной группой, они немножко испортили весь график, да, то есть, там все это пошло вот так вот, кувырком, естественно. Ну, да, на час позже, но все-таки удалось получить инъекцию, понаблюдали, действительно, полчаса не отпускали, то есть, я сидел в коридоре, ждал. Затем вышли, сказали, что все, все нормально, помогли установить приложение, в котором нужно было делать самоотчеты о самочувствии. И плюс сказали, что будут периодически звонить врачи из центра, господи, как я, что ж, я постоянно забываю, как ее называют, дистанционной медицины, вот. Так получилось, действительно было много звонков. А были какие-то изменения? У меня не было. Дело в том, что я военный врач в прошлом, и во мне около 30 прививок, самых разнообразных, в том числе то, что называется, по схемам военного времени. И пришла 31-я, ну, там подвинулись на этой скамейке и сказали, ну, садись, ладно, будешь 31-й. А вы теперь уже знаете, что это было, настоящая вакцина? Да-да-да, то есть теперь я знаю, что это настоящая вакцина была экспериментальная. То есть я был в экспериментальной группе, и, то есть мои 180 дней прошли, соответственно, каждый участник, получается так, что он участвует 180 дней. И когда говорят, что исследование идет полтора года, это именно из-за того, что набирают неравномерно. То есть людей постепенно-постепенно включают, и вот когда последний участник пройдет свои 180 дней, потом все это проанализирует, тогда мы закроем, как бы, эту всю историю, она закончится, третья фаза исследований. Вторая доза тоже пролетела вообще незаметно абсолютно, и через две недели после второй дозы у меня заболевает супруга. Она немножко не успела, она у меня учитель в школе, пока собирали документы, как обычно, выяснилось, что и всего коллектива только 5 человек готовы прививаться, остальные хотят посмотреть, что из этого получится. Но они и посмотрели, надо сказать, потому что из Турции вернулись 3 сотрудницы, которые привезли с собой коронавирус. И положили всю школу, то есть из 75 человек заболели 60, включая мою супругу. То есть это была такая очень яркая иллюстрация того, что коронавирус пройдет мимо нас, ничего подобного. Так вот, опять же, пришла врач на прием, и я вижу, я знаю, как правильно делать, у меня есть небольшая специализация по лабораторной диагностике, ну, усовершенствование точнее. И я вижу, что она берет неправильно. И потом сказал супруге, у тебя будет отрицательный тест. Так и получилось. Тест был отрицательный, но вся клиническая картина полностью как положено, правда, легкой форме более-менее, то есть без пневмонии, зато 2 недели туда-сюда температура гуляла, качели. Так вот, я не заболел. Соответственно, я был рядышком. То есть уже стало понятно, что я в экспериментальной группе. А затем, когда уже можно было расцепляться, да, когда уже все сообщили, что закончились мои дни и прочие вещи, я сходил, сделал анализ и выяснил, что антитело у меня вот так вот, знаете, выше определяемой границы. То есть там где-то очень далеко. С одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой стороны, понять бы, сколько там нейтрализующих процентов, да, и что там с клеточным иммунитетом тоже. Но пока что таких рутинных тестов нет. Ну, в общем, такая история. Я бы не сказал, что она показательная. Скорее, нет. Потому что многие люди, ну, из тех, кто сообщали об этом в соцсетях, они говорили о побочках, например, о повышенной температуре. Действительно, у многих повышалось. Это так было. Но это нормально. То есть это реакция нашего иммунитета. У меня еще возраст, наверное, все-таки сыграл, потому что в основном такие яркие реакции были у молодежи. У них действительно такой иммунитет. Зубастый, я бы сказал так. А поскольку температура у нас включает именно иммунитет, то вот такие вот сюрпризы. У меня оба раза прошли вообще без каких-либо последствий. Кстати, супруга потом тоже привелась, вот буквально недавно, и тоже перенесла абсолютно без последствий. То есть ей сделали инъекцию. Она единственное, что день поспала. Все. На этом все. И после второй дозы тоже день поспала. На этом закончилось. Антител более чем достаточно. То есть все хорошо. Я вот тут, кстати, собрала аргументы, причем не из СМИ, не из интернета, а от своих собственных знакомых, даже от родителей, допустим. Аргументы, которые люди говорят, сомневающиеся люди, допустим, которые не хотят делать пока прививку. Вот один из них, кстати, я уже переболел. И зачем она мне? Это хороший вопрос. И на самом деле на него сразу ответа не было. То есть мы не знали, как на него отвечать. Почему? Но мы находимся внутри пандемии. Опять же, для нас это первый опыт. И незнакомые возбудители, и всякие такие вещи. Сейчас мы знаем, что этот вирус немножко ломает наш иммунитет. То есть он оставляет себе такой черный ход. Возможность вернуться в того же хозяина. Эволюционно это оправдано. То есть ему действительно, ну какая разница? Он пойдет в следующего человека, а потом через несколько ходов вернется в этого же. Да замечательно. Для вируса это хорошо. Так вот, да, у многих переболевших остается неплохой иммунитет. Причем на протяжении вот всего времени наблюдения. Это правда. Но существует довольно большая когорта людей. И самое интересное, это непредсказуемые. На сегодня мы не можем предсказать точно, у кого так будет. Но у них остается возможность повторного заражения. И у нас уже по миру зафиксированы, то есть доказаны несколько сотен случаев. Таких повторных заражений. А сколько еще не доказанных, мы не знаем. То есть довольно много. Первое. Второй момент. Вирус изменяется. Поскольку у нас нет массовой вакцинации по всему миру. И по самым скромным прикидкам, миру потребуется где-то около трех лет. На то, чтобы вакцинировать необходимое количество людей. Он успеет еще неоднократно измениться. Эти новые генетические варианты не исключено, что для людей станут новым вызовом. То есть чем больше вакцинируется сейчас, тем меньше шансов еще и на развитие. Абсолютно верно. То есть для этого нужна вакцинация. Люди, к сожалению, не всегда понимают, зачем она нужна. У нас есть три, на самом деле, важных причины для вакцинации. И только одна из них личная. То есть мы снижаем свои личные риски. Все. На этом все. А вторая вещь. Мы прекращаем эволюцию вируса. И она важнее, чем все остальное. Потому что если он будет развиваться так, как развивается сейчас. Появится там британский, южноафриканский, южноамериканский, индийский. И уже в нескольких вариантах еще и индийский. То получается так, что незащищенными оказываются и переболевшие. В первую очередь. Потому что, как я уже сказал, их иммунитет немножечко сломан. Предшествующие инфекции. И привитые тоже. То есть вот эта вся привычная компания, она может стать бесполезной, если мы ее будем растягивать на годы. А третий аргумент? А третий аргумент. Есть люди, которым противопоказаны прививки. По медицинским показаниям. И это очень тяжелые пациенты обычно, к сожалению. Для них коронавирус может стать фатальным прям вот процентов в 90, например. Если придет у него иммунодефицит, например, у человека. Либо онкологическое заболевание, либо еще что-то в этом роде. Ему нельзя ставить прививку. Ему нельзя делать прививку. А мы его защищаем. То есть мы создаем коллективный иммунитет. Мы встаем вот так вот щит к щиту. Сзади за нами. Вот как раз эти люди. Получается только один личный и два общественных. Но вот про общественное как-то не принято у нас говорить. К сожалению. А вот по аргументам дальше давайте пройдемся. Ну допустим, вот личный наш опыт. Почти весь коллектив переболел. Не переболела я и еще одна коллега. И, ну конечно, хочется в этот момент себя начинать считать бессмертным. И вот этот аргумент. Ну я за полтора года не заболела. Ну значит я не заболею. Зачем мне прививка? Таких людей много. И это, как вы понимаете, в человеческой природе. То есть мы как-то, понимаете, коронавирус, с одной стороны, это хорошо. Это лайт-версия инфекционного апокалипсиса на самом деле. Такая учебная тревога. А с другой стороны, понимаете, у него нет ярких каких-то проявлений. То есть люди не падают на улицы, не истекают кровью, например. Они бьются в судорожном припадке. Их не покрывает какая-то ужасная язвенная сыпь. И поэтому считается, что ну где он, этот ваш коронавирус? Ну нет его. На самом деле огромное количество людей, огромное количество людей каждый день заболевает. И сообщают, вот если соцсети смотреть, то там обязательно каждый день кто-нибудь говорит, ой, надо же, я вроде бы полтора года не болел, а тут оп, супруга принесла с работы ковид, например. А быть что должно быть? Какой-то близкий контакт, да? Видимо, да, да. Тут вот такая вещь. Это же до сих пор очень плохо изучена инфекция. Вот для меня всегда, это всегда загадка. Дело в том, что любая вакцина всегда лучше изучена, чем инфекция, против которой она сделана. То есть мы понимаем общий принцип. Да, мы понимаем, как работает иммунитет именно в этом случае. Мы это можем проверить на ком угодно, да, там на мышах, на крызах, на обезьянах, на людях, в конце концов, на добровольцах и так далее. Мы это можем изучить и точно сказать. Инфекция изучена очень плохо. Мы не понимаем, как этот коронавирус работает, например. И смотрите, и по поводу лекарства, то есть... Их нет. Да, то есть есть вакцина, но при этом нет лекарств. Нет лекарств. Да, именно так. И это еще не все. У коронавируса, как выяснилось в этом году, то есть в прошлом году это были единичные сообщения, а в этом году стало проблемой постковидный синдром. Но мы не знаем, опять же, что это за зверь такой. О нем тоже хотела поговорить. Обязательно. Давайте поговорим сейчас. Давайте поговорим сейчас, да. Потому что это еще одна неизученная часть коронавируса. Он не просто приходит и уходит, он оставляет после себя последствия. И что интересно, у большой части переболевших, по разным оценкам, ну там 25-30% как минимум, у них в течение месяцев, долгих месяцев, остаются там от 20 до 30 симптомов различных. Самая выраженная это слабость. Причем иногда они говорят так, вот ты идешь-идешь, и раз у тебя батарейки сели. Дальше ничего делать не можешь, энергия кончилась попросту. Либо, например, ну ладно, одышка, кашель, это как бы еще. Очень многие переболевшие говорят о мозговом тумане. То есть это такое когнитивное нарушение одновременно сразу практически всех функций. Это и память страдает очень сильно, и внимание, концентрация, и прочие вещи. Опять же, супруга тоже об этом рассказывала. То есть она ведет уроки, сколько уже, 25 лет стажа. Вроде бы все наизусть знает. Вот она говорит, я говорю-говорю, и раз, у меня чистый лист. Я не помню. А что дальше? Иду, пячес к кафедре, подглядываю конспект, только после этого продолжаю. Некоторые коллеги, оперирующие, они попросили снять себя с операцией, просто потому, что они забыли некоторые движения. Им пришлось вот таким образом восстанавливаться. Кроме того, есть пара знакомых, которые занимались триатлоном, причем так очень профессионально, то есть в аренмен участвовали, например. Сейчас для них пройти полтора-два километра – это достижение. Они даже не понимают, когда они в принципе смогут вернуться к спорту. И, кстати, мы не знаем, смогут ли. И никто это не понимает. Да, да. И даже вроде бы простейшая вещь – нарушение обоняния. Казалось бы, ну ерунда. Но она очень сильно мешает жить. Просто потому, что люди вынуждены менять рацион. Сильно менять. Ну я, да, я всегда говорю на всех лекциях, везде это рассказываю. У меня есть четыре знакомых, которые бросили пить. Это как бы положительный, получается, эффект, с одной стороны, просто потому, что они ни на запах, ни на вкус не могут теперь спиртное переносить. Но это ладно. Но остальные-то пострадали гораздо серьезнее. То есть, например, любая белковая пища, любая, и растительная, и животная, она не переносит, потому что она пахнет отвратительно, на вкус ужасно и прочее. Потом овощи, фрукты – то же самое. От них остается текстура. Текстуру люди ощущают. Всего остального нет. Они едят как бы просто текстурированную вату. Давайте мы сейчас сходим на рекламу. И после этого, о самом главном, можно ли вообще с этим что-то сделать, и делаются ли, есть ли какие-то исследования уже. Продолжается наша программа. У микрофона сегодня Мария Кожевникова. А напротив меня гость из Москвы, врач, научный журналист Алексей Водовозов. Алексей, закончили мы разговор на симптомах постковидных. А теперь вот хочу задать вопрос о том, а что с этим делать, можно ли с этим что-то делать, есть ли какие-то исследования. Ведь я, если правильно понимаю, это как раз то, с чем человечество столкнется в ближайшее время. И это будет основной проблемой. Да, это будет основной проблемой. То есть коронавирус уйдет, а его последствия останутся. Мы не знаем, как надолго. Мы не знаем, что вообще с этим делать, потому что мы не понимаем природу. И да, есть некоторые эмпирические находки, то, что называется. То есть люди, которые потеряли тоже обоняние, они пытаются делать такие вещи. Берут четыре знакомых аромата, три раза в день их нюхают, через неделю меняют. И некоторые говорят о том, что им помогает, некоторые говорят, что нет. Ну вот, то есть чистая эмпирика происходит. Мы не знаем, что делать. Что делать с памятью, учить стихи. Что делать с памятью, не помогает, потому что не запоминается. Там дырка просто в этой памяти. Что делать с физической нагрузкой? Ну тоже есть более-менее такие, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, другие реабилитологи подтянулись. Но опять же, оно не для всех характерно, не всем помогает и прочие вещи. То есть получается так, что да, действительно, это проблема, которая надолго. Насколько надолго? Узнаем со временем. Это первое. И второе, да, на сегодня появились некоторые такие оценочные исследования. Похоже, что от нашей ожидаемой продолжительности жизни, есть такой показатель, да, коронавирус отбирает лет 10. Примерно так. Это еще одна причина для вакцинации, видимо. Да, получается так, что, еще раз говорю, мы обмениваем, то есть вот когда люди говорят, что я лучше переболею, например, для меня это выглядит, я не знаю, я там лучше, не знаю, суну пальцы в розетку, примерно так. Да, при этом вакцинироваться это не равно переболеть. Так вот же, что самое интересное. Да, конечно, то есть нет вот этого ничего. И мало того, да, опять же, я пока не могу сказать, что это на 100%, но появляются первые свидетельства о том, что если прививать на фоне постковидного синдрома, он уходит. Это, опять же, пока не на 100%, это исключительно такие вот наблюдения, клинические случаи единичные, но, может быть, они потом сложатся в какое-то более-менее приличное исследование на эту тему, потому что как с этим бороться именно терапевтическими методами, не очень понятно. При этом там вакцина каких-то постковидных синдромов дать не может. Нет, конечно, потому что здесь вопрос именно в переболевании, да, то есть тут вопрос не в том, что там какой-то С-белок или что-нибудь, какая-нибудь запчасть от него, а именно в массовом поражении. То есть ковид поражает абсолютно весь организм. Мы на сегодня знаем, что это, во-первых, катастрофа в иммунной системе, во-вторых, это катастрофа в свертывающей и вот такие мелкокапиллярной сети. Поскольку это есть везде по всему организму, то последствия тоже по всему организму. И у нас нет каких-то четких критериев, чтобы сказать, вот этот человек заболеет, этот не заболеет, этот перенесет легко, этому потребуется ИВЛ, этот выживет, этот умрет. У нас нет этих критериев. Поэтому, да, на сегодня единственный подход – это вакцинация, которой, в общем-то, уже достаточно много лет, я бы сказал, уже больше ста, такой современной вакцинации, мы ушли очень далеко вперед. И многие, когда отказываются от вакцинации, они ориентируются где-то на уровень БЦЖ и АКДС. Что вот, а, это было давно, это было плохо, это ужасно, это какие-то последствия и прочие вещи. Мы уже ушли очень далеко вперед. Современные вакцины – это высокотехнологичные препараты. То есть настолько высокотехнологичные, что у нас таких просто не было даже до этого. Это все 21 век. Еще один из аргументов – вакцину сделали слишком быстро. Это вот, это изумительный аргумент, просто потому что, если его разбирать, то, например, векторные вакцины разрабатываются с начала 80-х, а МРН-ковые вакцины разрабатываются с конца 80-х. То есть это прошло уже очень много времени. Они просто подошли, вот технологический уровень их подошел к выходу на рынок. И интересно, не все знают, что в 2019 году, еще до ковида, была зарегистрирована первая векторная вакцина против лихорадки Эбола. То есть это уже есть. Они подошли еще раз, то есть технологии подошли. Технологии есть, осталось только взять вирус и вот сюда. Да, и вот просто, ну вот ладно, в векторных первым попался Эбола, потому что это огромная проблема для мира тоже. Мы с ней не сталкиваемся, она, к счастью, природно-очаговая все еще. Но если она вдруг каким-то образом изменится и захочет передаваться, например, не контактным, как сейчас, а воздушно-капельным путем, то нам всем крышка на самом деле, потому что это другой уровень совершенно. Так вот, если говорить о коронавирусе, то да, я уже, я повторюсь, да, с одной стороны это, конечно, довольно легкая инфекция, с другой стороны, ну и сравнительно, конечно, с другой стороны мы уже потеряли 3,5 миллиона человек. Это как минимум, это как минимум, это мы еще не считаем последствия, да, мы не считаем те какие-то хронические заболевания, обострившиеся во время коронавируса, мы не считаем постковидные смерти, мы не считаем осложнений и прочие вещи. Это все нам еще предстоит узнать, сколько мы народу реально потеряем после коронавируса. Это еще дело будущего, вот, будем считать в будущем. Но уже сейчас мы видим, да, что эта вещь серьезная и что нам действительно могут помогать высокие технологии. Да, единственное, что на сегодня, какой можно минус найти в том, что это абсолютно новые технологии, масштабирование. Вот с этим никто не справился. То есть заявленные объемы вакцин никто не смог произвести. Вот только-только сейчас выходят на заявленные уровни. И то в меньшем объеме не успеют они произвести столько, сколько заявлялось. Это понятно. Почему? Ну, просто потому, что никто не производил никогда вакцины вообще в таких объемах. Самая большая была гриппозная. Но там миллиарды где-то производили по миру. А здесь нужно, ну, примерно 7,5, минимум, 7,5-8. И это другая технология абсолютно. То есть это огромные такие биореакторы, тонные. То есть там тонна находится внутри клеточной культуры, в которой выращиваются вирусы. И прочие вещи. То есть такого никогда не было. Я бы не сказал, что такого никогда не будет. Потому что я боюсь, что это не первая и не последняя пандемия. А вот я, кстати, да, хочу вас спросить. Вот эти братцы, которые были до коронавируса, да, вот идет. И они же стали часто повторяться. Это подготовка к чему? Я думаю, что да. Подготовка к чему? К тому, что человечество очень быстро захватывает окружающий мир. И мы доходим до ареала обитания тех животных, с которыми раньше мы не сталкивались. В принципе. А их, как понимаете, очень много. Если уж так уж говорить, то хозяева мира — это бактерии и вирусы. Они существуют миллиарды лет, в отличие от нас. У нас очень короткая история. Это они в нас живут, а не наоборот. Поэтому мы еще увидим не одну такую попытку перехода. Мы же видели уже коронавирусное. Были как минимум две попытки. Это первый SARS 2002-2003. Она не удалась для вируса. Был второй МЕРС, ближневосточный синдром с 2012 года. Он есть, но он не особо передается от человека к человеку. Он не приобрел эти свойства. И он такой вялотекущий, что называется. А вот у третьего получилось. И, кстати, там уже есть следующий возможный вариант. Я, конечно, не хочу расстраивать, но это вирус свиной диареи. Так что не исключено, что нам в следующий раз потребуются не только маски. А чуть подробнее. Это еще один коронавирус. Его считают возможным следующим кандидатом. Он действительно находится в свиньях. И поскольку свиней очень много, мы с ними контактируем довольно активно. И опять же, основная часть свиноводства в Китае, как бы это грустно ни звучало, то у нас есть все шансы, чтобы этот вирус вырвется из этого природного очага и передастся в том числе человеку. С одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что это происходит не всегда. К счастью для нас. И у нас уже есть четыре человеческих коронавируса. То есть четыре раза мы уже с этим сталкивались. Вот сейчас пятый. И не исключено, что будет шестой, седьмой, десятый и прочие вещи. Там еще сюрпризов на несколько сот лет вперед приготовлено у природы. Вот еще по поводу того, что вакцину слишком быстро сделали. Да, вот этот вот миф. Но и опять же немножко в политику, в экономику хочу вас столкнуть. По поводу того, что это было очень громко заявлено первой в мире вакцины от коронавируса, которую, значит, в России зарегистрировали. Вот это что? Это политический ход? Это борьба корпораций? Или вот не надо на это все? Нет, это все понятно. Это все понятно. Это все вместе. Это все вместе. Дело в том, что да, вы же понимаете, что это рынок. Начнем с того. Да, что есть мировой рынок вакцин. Она оценивается в очень немаленькое количество миллиардов долларов, что-то около сотни. И, естественно, за долей этого пирога идет драка, то есть самая натуральная. Причем со всеми подковерными методами и с тем, чтобы утопить конкурента, и как только появляется такая возможность, прекрасно это продемонстрировала история с астрозенок. Ее тут же утопили моментально, как только удалось за что-то зацепиться. Хотя и те же тромбоцитопении, и тромбозы, они встречались и на остальных вакцинах в том числе. Ну, ладно, как бы на этом не акцентировались. Так вот, да, действительно, я бы сказал так, что технологически мы сделали очень неплохо. Если говорить о вакцине, вот именно о спутнике. Или, например, об инактивированной вакцине Аквиваки. Технологически все хорошо. Пиар-составляющая была провалена по полной программе. Вот это, к сожалению, к огромному. Ну, во-первых, это была не первая вакцина, а вторая. Начнем с того, что первые были китайцы. Все-таки, если следовать приоритетам. Это действительно так. И второе, то, что можно было выстроить эту компанию гораздо более эффективно и более рационально. Да, правильно, вот, например, название выбрали идеально. Это прям молодцы. Да, действительно, пошла ассоциация с этим прорывом, со всем остальным. Потому что слово «спутник» чуть ли не... Ну, одно из немногих, перешедшее в другие языки в неизмененном виде. Кроме того, да, она показала неплохую эффективность. Там можно спорить о цифрах, но в любом случае она выше, чем тот порог, о котором говорил ВОЗ, как о приемлемой вакцине. Кроме того, у нас есть уже зарубежное опыт применения. Когда говорят, что вот там в России все это скрывают, ну, хорошо, предположим. Но у нас есть, например, замечательная страна Сан-Марина. Которая целиком привилась спутникам. Она не входит в Евросоюз. Ей было все равно. Она закупила спутник для всего населения. Благо оно там небольшое. И если посмотреть, что у них сейчас, то все очень-очень неплохо. То есть мы видим модельную страну, которая привита спутникам. Есть то же самое по Аргентине. Там, правда, четыре вакцины уже это сложнее отслеживать. Но они молодцы в том смысле, что они очень четко собирают и реакции, и осложнения на вакцины. Мы по ним можем видеть, что да, все, что заявлено по спутнику, оно более-менее соответствует реальности. И да, я понимаю, что сейчас попытка выйти на европейский рынок, это тоже, в общем-то, поход. Не только за признанием, но и за деньгами, само собой. И этому будут активно мешать основные участники. Ну, в первую очередь, конечно, Пфайзер, естественно, заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран под себя подмять. Будет драка, она уже сейчас идет. То есть вот это признание европейским агентством по лекарственным средствам, оно будет еще и таким политическим шагом. В меньшей степени, наверное, экономическим. Ну, потому что, да, может быть, будут закупать, но не все. Скорее всего, централизованно его много не купят. Но это будет таким неплохим политическим шагом, чтобы показать, да, действительно, его признали на этом уровне. Насколько я знаю, к документальной части вопросы сейчас сняты. И осталась последняя фаза, довольно такая проблематичная, может быть, для нас. Это инспекция, инспекционная поездка на производство сюда, к нам. Скорее всего, это будет Владимирский Airfarm. Он будет ориентирован именно на европейский рынок. Почему? У них уже есть сертификация GMP. У них уже есть опыт производства таких препаратов. И, скорее всего, будут показывать его. Я думаю, что он пройдет инспекцию. Вопрос в том, что будет дальше. Потому что, по идее, больше никаких особых, так сказать, камней преткновений не видится. Исключительно это будет, может быть, на каком-то уровне, не знаю, там опять произойдет какое-нибудь обострение международных отношений. Благо они происходят регулярно теперь. Любой повод можно использовать. И прикрыть именно под политическим предлогом. Но с точки зрения формальной, сейчас никаких препятствий для регистрации спутника не будет. Интересно, что наш КВВАК, например, пошел по другому пути. Они не стали пока что ориентироваться на европейский рынок. Они стали ориентироваться на преквалификацию ВОЗ. Я понимаю, да, что это не дает особых таких экономических каких-то последствий, да, плюшек, скажем так. С одной стороны. С другой стороны, это может быть закупки в рамках программы КОВАКС, которая ведет ВОЗ. И это меньшие, конечно, цифры, но все-таки это гарантированные закупки. И если у какой-то вакцины будет преквалификация ВОЗ, потом прийти либо в FDA, например, либо в европейское агентство будет гораздо легче. Что, вот, ребята, у нас вот, у нас это есть. И мы теперь посмотрим, у кого получится лучше, у спутника или у КВВАКа. А вот, кстати, вот есть спутник, да, есть гамм-ковид-вак. Это он же. Да, и есть эпивак-корона, это то, что производится вектором. Вот смотрите, а вот с точки зрения обывателя, я понимаю, что там разные технологии производства, все разные, разный сам производитель. Вот корректно ли их сравнивать вообще? И если я хочу привиться, вот нужно ли мне выбирать? Нет, лучшая вакцина, это доступная, я бы сказал так. Потому что гоняться за каким-то препаратом, ждать его, это довольно сложно. Единственное, что на сегодня, вот, с эпивак-короной как раз вопросов больше, чем ответов. Это единственная, наверное, такая проблемная вакцина у нас. Должна же быть какая-то проблемная вакцина, вот у нас на этой роли эпивак-корона. Значит, смотрите, конечно, теоретически технология неплохая. И в мире пытались сделать шесть вакцин по этой технологии. Ни одна из них не выстрелила, что называется. Некоторые заглохли на первой фазе, некоторые на второй. В общем-то, не получилось почти ни у кого. Сложно сказать, почему именно, да, то есть может быть ошибочно выбрана технология, может быть еще что-то. Но проблема в чем? Даже по эпиваку, вот сейчас, по готовому эпиваку, те антитела, которые вроде бы образуются после него, определяются только тест-системой, которую дает сам производитель. Такого быть не должно. Вот абсолютно все остальные вакцины, которые у нас есть, в том числе спутник, в том числе КВИВАК, после них антитела определяются рутинными тестами. Здесь нет. Опять же, да, мы можем сказать, что ну ладно, хорошо, они какие-нибудь особенные, но вот работают ли они по коронавирусу? Нейтрализуют ли они его? Тут опять же вопросы, потому что есть такое понятие народное исследование. В спутнике оно было, и его результаты более-менее совпадают с официальным. Что это такое? То есть люди стали расслепляться, сами идти и делать анализ. И то, что получили отдельно вот эти участники народного исследования, оно совпало с исследованием спутников. В эпиваку, короне, наоборот. То, что получено в народном исследовании, не совпадает с официальными результатами. Плюс вот буквально на днях появилось сообщение от самих производителей КВИВАК, они опубликовали очередное исследование на русском языке, ну точнее в русскоязычном журнале, о том, что для пожилой группы они менее эффективны. И требуется третья доза. То есть не только две, а еще и третья. В этом смысле, на мой взгляд, это еще один шаг в сторону проблематичности, потому что изначально-то она заявлялась как вакцина для пожилых. Потому что у нее меньше побочных эффектов, у нее все замечательно, она переносится хорошо, давайте будем делать пожилым. А тут, получается, она как раз в этой группе не работает. То есть, да, у нас есть две, даже три уже получается неплохих вакцины, да, то есть это спутник первый из двух компонентов состоящий. Это спутник лайт, зарегистрированный уже. Это первый компонент спутника, есть КВИВАК. Это Чумаковская сейчас. Да, это Чумаковская вакцина, да, совершенно верно. Есть сейчас на регистрации конведенция. Это китайская тоже векторная вакцина, но как бы вторая половинка от спутника. И еще на подходе где-то с десяток препаратов, которые производят, ну, вернее, выводят на клинические испытания и Биокат, и НИИ Гриппа, и Военно-медицинская академия, и еще многие-многие. А вот этот аргумент, я подожду чего-нибудь другого, или я подожду исследований в Сан-Марина, например, имеет? Вы понимаете как? Скорее всего, вы дождетесь коронавируса. Я думаю, что ждать такие результаты лучше, будучи привитым. То есть сейчас... Потому что это все равно не навсегда. Это все равно не навсегда, скорее всего. Мы этого тоже не знаем, это мы только выясняем. Поэтому лучше дожидаться какой-то новой вакцины, да, более качественной, там, более эффективной, или еще что-то, будучи привитым той, которая есть. А почему нельзя, может быть, немножко странно прозвучит этот вопрос, почему нельзя не путать людей, производить один единственный спутник, и всем прививать? Ага, это хороший вопрос. У нас, опять же, рынок, разные производители. То есть, как вы понимаете, да, тут у всех есть свои интересы, все хотят на этом заработать. Это первое. Второе. Второе. Да. Да. Второе. Второе. Значит, эта история, конечно, очень такая интересная, очень длинная. Второе, как вы понимаете, это средство против орфанного заболевания, то, что называется, то есть крайне редкого. В него вложено невероятное количество денег, весь этот процесс, потому что это генотерапия. Мы вносим при помощи вектора, это векторная технология, при помощи вектора мы вносим в человека правильную копию гена. То есть, спинально-мышечная атрофия первого типа, что это такое? Это когда и у папы, и у мамы есть дефектный ген по одному. И у ребенка вот эта аллель сходится вместе. Одновременно. Это, конечно, редкое состояние, да, но оно, к сожалению, крайне тяжелое и на сегодня было летальным до сегодняшнего дня. То есть, такие дети редко переживали рубеж в два года. Сейчас, по крайней мере, на клинических исследованиях было показано, что все возвращается, что дети уже начинают сначала постепенно переворачиваться на живот, потом садиться, вставать, ходить, бегать и так далее. То есть, то, что, в принципе, невозможно было бы, я называю таким, знаете, медицинским биотехнологическим чудом. То есть, вы хотите чудес? Вот оно. Это реальное чудо. А может ли произойти, что это будет стоить так долго? Да. Ну, вопрос в том, что требуется это небольшому количеству людей. То есть, это не массовое производство. Это штучное, единичное. Получается так. Поскольку затраты были гигантские, естественно, то все это обычно делится вот на итоговое количество препарата. Если это какое-нибудь жаропонижающее, например, то вы понимаете, это рынок миллиардов. Да, то есть, естественно, оно стоит копейки. Именно поэтому. А здесь оно нужно, вот скажем, там 800 человек в России, например. И все на этом. Во всем мире наберется, ну, может быть, пара тысяч. Или там около 12, по-моему, тысяч человек во всем мире. Немного. Поэтому препарат стоит таких денег. Первое. Второе. Это не личный препарат. Не тот, который человек купил в аптеке и пошел выпил, например. Это введение определенным образом. То есть, это только стационар. Это только специалисты. И вводят, естественно, именно таким образом. Поэтому подход такой, что это ориентировка на закупку либо государством, либо страховыми компаниями, либо фондами, как сейчас у нас. Сейчас разрешен, наконец-то, этот конфликт. У нас была проблема на регуляторном уровне. То есть, не было документальной базы для закупки этого препарата. Вот буквально несколько дней назад пришли новости о том, что этот конфликт разрешен, все нормально. И фонд, который был организован для этого, будет закупать залгенсму в нашей стране. Так что нас можно поздравить. С этим я бы сказал так, потому что это реально достижение. Это действительно крайне важная вещь и для нашей страны, и для пациентов. И очень неплохой прецедент, я бы сказал так, на будущее. Потому что прошло, ну вы знаете, по меркам нашей страны, прошло очень немного времени. С момента заявления о том, что мы это будем делать, до вот буквально, по-моему, позавчера эта новость прошла. О том, что да, все реально, все хорошо, все нормально, все устаканили, и теперь будут закупки вестись. И в принципе, да, не так много времени прошло. Просто почему это всплыло, эти дети стали... Мы о них, по сути, везде не знали. И вот мы их увидели. Ну вы знаете, мы много о ком не знаем на самом деле, потому что... Потому что нет этих чудодейственных препаратов. Совершенно верно. Они сейчас появляются, я думаю, что их будет больше, поскольку технология векторная, она многообещающая. Опять же, и опять же, да, вот это появилось не просто так. Это десятилетие исследований. Просто сейчас мы подошли к такому уровню технологическому, когда это стало возможным. Наконец-то вот эта технология, она полностью исследовалась. Сейчас мы, наконец, можем что-то производить, мы можем это изучать, мы можем это производить в нужных количествах. Поэтому это будет, я думаю, и дальше. Сейчас чем хорош коронавирус в этом смысле? Это как война. Это, конечно, плохо, естественно, это ужасно, это страшно. Но любая война дает толчок науке. Причем такой очень мощный. Такой, какой не бывает в мирное время. Вот здесь то же самое. То есть сейчас наука получила огромные возможности. И думаю, что мы дальше еще услышим очень много. Потому что уже пошли разработки вакцин, скажем, против гриппа. Универсальные против нескольких сразу в одном. Грипп и коронавирус. Не только. Там уже говорят о том, что мы же можем в этот вектор поставить сколько угодно, на самом деле, внутрь этих кассет. Мы можем практически все, что мы сегодня делаем против всех вирусов, загрузить человека именно таким образом, что это хорошая технология. Мало того, эта технология позволяет прививать не ребенка, а мать. То есть мать во время беременности, например, привили, и она потом передает ребенку антитела. Не нужно вот эти все проблемы первых двух лет, да, когда будут рассказывать о том, что там еще не установлен иммунитет у человека, там, сказать, и прочие-прочие вещи, они будут сняты. Мы прививаем мать. Все. Это нормально. И у нас уже есть такие прецеденты, что интересно. Это здорово. Да. Надо нам, к сожалению, завершаться, иначе у нас сейчас начнут из студии выгонять. Да, правильно сделают. Хочу сказать, что приехали вы, конечно же, в Киров не только, чтобы со мной поболтать. Конечно, обязательно. Подписываемся мы 25-го числа. Вы читаете лекции в Кирове 25-го, 26-го и 27-го. Да. Давайте коротко. Сегодня, 25-го, будет лекция как раз о прививках, да, о чем мы поговорили, о 26-го и 27-го. Ох, еще бы вспомнить про что. Музыка. Я точно знаю, что будет постковидный синдром обязательно. Будет музыка в медицине. И будут различные мифы. Она условно называется витаминной фухлой медицины, но это в основном рассказ о таких наиболее распространенных мифах в медицине. Все можно посмотреть в группе информа Центра атомной энергии, который проводит возрастное ограничение. Как раз «Энергия науки» называется этот проект. Привозит разных интересно говорящих людей. Вот, видимо, я такой человек. Возрастное ограничение 12+. Обязательно об этом мы тоже должны сказать. Бесплатно. То есть открытые лекции. Можно приходить и смотреть, и читать абсолютно бесплатно. Ну, еще хотела очень короткий блиц. Давайте из него оставлю только два вопроса. Первый. О чем вас сейчас чаще всего спрашивают люди? Вакцины. О вакцинах. И еще один вопрос. Вы предпочтете художественную книгу почитать или нон-фикшн, несмотря на то, что вы сами автор нон-фикшн? Специализированную. К сожалению, я бы, конечно, очень был рад почитать художественную. Некогда. Читаю специализированную литературу. А почему она сейчас стала такой популярной? Ой, сложно сказать. Сложно. Видимо, люди пытаются найти какие-то выходы вот из этой ситуации, да, из максимальной информатизации. Мы же живем фактически вот в коконе гигантском из информации самой разнородной. И хочется вот его как-то порвать, отбросить в сторону, да, и вспомнить нечто такое старое, устоявшееся и приятное для глаза. Может быть так. Что пожелаем не болеть и больше читать, да. И прививаться. Алексей, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам. Не болейте. Доброго дня всем слушателям. До свидания.